Мы живем уже в период, ну, без пяти минут Третья мировая война. Это уже почти Третья мировая война. Очень быстро формируются союзы по всему миру. Центральный конфликт Запад-Россия, он никуда не делся. Оказалось, что эти последние 30 лет были просто перерывом. К моему возмущению, политики из определенных стран, они сделали все, чтобы развалить систему международной безопасности, которая сложилась после Холодной войны. Исторический шанс построить новый мир, исторический шанс построить единую Европу, единый мир, единую систему безопасности. Все это рухнуло из-за их навязчивой идеи, вот этой обсессии с расширением НАТО, с выходом из договоров по контролю над вооружениями и с новой идеологией, доминирования. Никогда у Запада такой идеологии не было, но доктрина Вольфовица в начале 90-х годов объявила, что по этой доктрине США сейчас будут не просто бороться за свободу во всем мире, а хотят доминировать. Такого раньше не было. Международное сообщество существует тогда, когда это соответствует чем-то интересам. Никто его судить не будет. Европа зависла у них на этом газовом крючке, на газовой игле, на нефтяной игле. Европе сейчас нужно любым способом оторвать Азербайджан и Турцию от России. Их главный враг — это Россия. Это им нужно. А мы им не нужны. На месте наших врагов просто смеялся бы над нами. Нас опять обманули. Помните, говорили, что мы избавимся от Рубена, они откроют коридор. Говорили такое? Да, говорили. Мы обожаем сказки. Это народ. Нам просто нужно помнить, и в гостях у сказки была программа в наше время. Вот нужно всем армянам дать там аудиторию, чтобы мы постоянно рассказывали сказки. У нас страсть к тому, чтобы постоянно говорить о каких-то несуществующих вещах. Мы его уберем, они откроют коридор. Ничего, они ни черта, извините, они не открыли коридор. Уже четвертый месяц матери Арцаха написали письмо этой госпоже, как ее там, «Ундерлайн» или как ее называют, «Цивилизованной Европы». Напомнили ей, что четвертый месяц они живут в блокаде, дети голодают. Ну и что? Она им скопировала какой-то шаблонный дипломатический текст, сказала, что да, будут прибегать к каким-то дипломатическим усилиям и так далее. То есть шаблонные пустые слова. Европа совершенно плюнула и на нас, и на Карабах. И ни в коем случае не вспоминают ни косовский прецедент, ни угрозы этнической чистки. Это откровенный плевок нам в лицо. И я так не отношусь ни к туркам, ни к азербайджанцам. Они люди, у них свои интересы. Получилось так, что они наши противники. Они делают то, что они делают. Я совершенно таких особых эмоций к ним не испытываю. Но что касается Европы, вот это лицемерие Запада, это бесконечное, тошнотворное лицемерие, с которым постоянно обманывают. Нас постоянно обманывают. Пятый год нас обманывают. Нас воодушевили, вывели на улицы, обещали нам молочные реки, кисельные берега. И в конце концов показали, вы знаете что, нам просто плюнули в душу. И наш народ сейчас оказался в полной изоляции из-за тех людей, которые им поверили. Или пришли сюда с их планом действий, которые являются их агентами. Вот про Запад мне очень много чего хочется сказать, но тут у меня начинают уже работать эмоции. Азербайджан и Турция это что? Это просто наши противники, они делают то, что в их интересах. Тут ничего странного нет. Но обманывать, говорить о правах человека, говорить о правах этнических меньшинств, о геноциде, о демократии, о западных ценностях, потом так себя вести, когда наш народ оказался в таком положении, поверив им, поверив им, это отвратительно и вызывает у меня тошноту. Мы никогда не изменимся. Мы обожаем вот эти детские, наивные, эмоциональные жесты. Конкретно что-то делать мы не хотим. Вот сжигать их флаг, что я считаю, это было неправильно. Знаете, или вы их не приглашаете, или вы их пригласили, не оскорбляйте. Зачем вы приглашаете, оскорбляете? Не надо. Зачем? Это так. Что касается вот этого, мы обожаем символические эмоциональные жесты. Нам надо просто изучить свою нервную систему. Может, у нас как-то по-другому нервная система устроена, почему-то у нас от сердца идет какой-то там нерв, который мы не можем остановить. Эти резолюции никогда ничего реального нам не давали. Их все равно обходят. 907-я статья, которая ограничивает американскую помощь Азербайджану, ее много раз обходили, будут обходить еще, и Блинкен сказал, что она вообще нам не нужна. То есть зачем делаются эти заявления, я не знаю. Америка ясно дала понять. Американцы это не мы. Они думают головой, а не различными другими частями тела. Они говорят, что у них интересы в Азербайджане, потому что Азербайджан имеет границу с Ираном, и Иран их враг. Тут ничего сложного нет. Там, значит, коалиция будет Азербайджан-США, Израиль, Турция и, может быть, Великобритания. Скорее всего, плюс Великобритания. Пять очень мощных стран. Да, с нашей стороны оказался Иран, может быть, Россия, и мы оказались одни. Привычка жить сказками и мифами у нас есть. Это есть. Ибо это было долгое время. По-моему, когда рухнула наша система образования, это было после того, как развалился Советский Союз, что, я считаю, для Армении была большая трагедия. Я знаю, что опять там будут нападать на меня, пусть нападают, я все равно не читаю, что они пишут. Это было для нас большой трагедией. Если вы хотите доказательства, выйдите на улицу, посмотрите вокруг себя. Это нетрудно увидеть. И с этим рухнула наша система образования, потому что у нас поднялось наверх, вот все, что было внизу, вот это все поднялось наверх, и их идеологией был ретро-национализм. То есть быть армянином значит жить в прошлом, говорить о прошлом. Я удивляюсь, что они у нас одежду не отобрали. Мы могли в шкурах ходить, как в 12 веке, наверное, ходили мы в бараньих шкурах. Может быть, так надо было это делать, я не знаю. Вот этот регресс, страсть к регрессу, вместо того, чтобы двигаться вперед, вот сохранить то, что у нас было. Мы были одной из самых развитых советских республик. У нас была химическая промышленность, была лазерная промышленность, у нас была ядерная физика, у нас были линейные акселераторы, ускорители элементарных частиц, у нас была биохимия. Мы могли эти байрактары создать 25 лет назад, если бы мы сохранили нашу науку. Но пришла вот эта группа, у меня много есть слов, но я воздержусь. Они пришли и начали нас таскать в 12 век. Они думают, что, чтобы быть армейном, нужно жить в прошлом. И мы не смогли их остановить. Я с этим боролся 30 лет. Считаю, что закрытие русских школ было большой ошибкой. Нужно было в русских школах поднять уровень преподавания армянского языка и сделать так, чтобы предметы преподавались и на русском, и на армянском, потому что мы нуждаемся в этом. И, конечно, изучать и другие языки, английский, например. Я преподаю в вузах, нет литературы. Литературы нет на армянском языке. Вместо того, чтобы флагами размахивать на улице, книгу бы перевели на армянский. Я бы сказал, какую. Я 30 лет пытаюсь это делать, никто меня не слушает. То есть вот на причина наших бедствий – это крах нашей системы образования, которая сделала из самой развитой, образованной, технологической, прогрессивной республики Советского Союза, ближневосточный, как говорили, ветерок в наше время, знаете, такая забегаловка. Мы превратились в забегаловку Лас-Вегас Ближнего Востока. Это сделали те люди, которые пришли сюда, здесь к власти, которые таким образом видели Армению.